340 миллионов гривен. Именно столько денег перешло в руки кибермошенников в 2016 году благодаря доверчивости украинцев, которые называют секретные данные банковских карт посторонним людям или снимают деньги в подозрительных банкоматах. Специалисты банковского сектора в Одессе рассказали о новшествах мошенников и способах борьбы с ними. Так, по данным экспертов, все больше преступников делают ставку на психологию, звонят от имени банка, присылают угрожающие смс, создают фишинговые сайты, замаскированные под реальные платежные системы или интернет-магазины сайты-двойники. Специалисты напоминают, пароль называть никому нельзя, а подозрительный сайт можно проверить через специальные сервисы или же завести дополнительные карты специально для оплаты через сеть. Сберегательный счет, когда клиент основные свои средства хранит не на основном счете, а на дополнительном счете, который в любом случае недоступен клиенту. И для расчета в интернете, если он использует карту, то он перекидывает в системе Майбанк эти средства на эту платежную карту для проведения точной операции. Ну или второй вариант, у нас есть специальная платежная карта, которую можно использовать и только исключительно в интернет. То есть в данном случае клиент пополняет эту карту, провел операцию, на карте остатка нет. В таком случае мошенникам не на что рассчитывать. Мошенничество с помощью установки на банкоматы специального оборудования заметно снижается, но по-прежнему опасно. Устройство просто не увидит обычный человек. Поэтому способы защиты информации остались скорее дедовскими. Основная рекомендация для держателей в данном случае это прикрывать пин-код рукой, потому что копирование данных магнитной карты, оно не имеет никакого смысла, если у злоумышленника нету пин-кода. Чиповые карты, причем стоимость их сейчас достаточно серьезно снизилась. Защищенный платежный инструмент, который фактически нельзя скопировать. То есть все, ну или абсолютное большинство скиминговых устройств, которые установлены на банкомате, по отношению к этому инструменту будут уже неэффективны. Одесситы, опрошенные нами на улицах, в целом знают об элементарных правилах, соблюдая которые можно минимизировать риски остаться без денег. Не показывать элементарный пароль свой. Все. Пин-код. Я читала о том, что пин-код могут считывать, поэтому нужно рукой как-то прикрывать вот эту клавиатуру и вводить вот так вот пин-код с прикрытой рукой. СМСки приходят, что я там должен позвонить, подтвердить какой-то секретный пароль, какое-то секретное слово сказать или мою карту заблокируют, потому что переходят на новую систему защиты. Ну, я лично сразу обратился просто в онлайн-банк и мне сказали это мошенничество, да и все. Главное запомнить следующее. Банки никогда не будут просить сообщать секретные данные. Они их и так знают. Но стопроцентной гарантии безопасности все равно никто дать не может. Если же человек стал жертвой кибермошенников, необходимо сразу обращаться к киберполицейским. Теперь это можно сделать гораздо быстрее, через интернет. А у правоохранителей стало больше инструментов, как вычислить преступника.